Девушки отдыхают А кто-то ждет зиму просто, чтобы вывести на прогулку свою новую шубу Это все правильно, но еще зима очень коварное время года Зимой женщины нередко сталкиваются с такими проблемами, как сухость кожи, стянутость, шелушение или покраснение Поэтому, дорогие зрители, сегодня мы хотим вам рассказать об особенностях ухода за кожей лица зимой Сильный мороз, холодный ветер, недостаточная влажность воздуха, перепады температуры Все эти характерные для нашего региона погодные условия могут нанести вред даже самой здоровой коже Поэтому нам, жительницам Крайнего Севера, особенно важно знать, как защитить свою кожу и предотвратить нежелательные последствия Наши сосуды испытывают достаточно активную агрессию на себя Поэтому происходит процесс, во-первых, повреждения гидролипидной мантии на коже лица, которая обладает именно защитным свойством Ну и, конечно же, идет активное сужение и расширение сосудов Что провоцирует покраснение, побеление, обезвоживание, сухость, раздражение кожи Вот поэтому здесь обязательно должен быть дополнительный, более тщательный уход Уход за кожей зимой должен включать достаточное питание и увлажнение Желательно, чтобы ваш дневной крем содержал в составе растительные масла и витамины Масла образуют на поверхности кожи защитную пленку и таким образом предохраняют ее от чрезмерной потери влаги А витамины обеспечивают дополнительное питание В первую очередь стоит отдать предпочтение таким компонентам, как масло ши, масло авокадо, витамин Е, минеральное масло Кроме того, немаловажную роль играет и рацион вашего питания Специалисты выделяют продукты, которые помогают коже оставаться здоровой и сияющей Например, морковь В ней высокое содержание витамина С и витамина А Овощ помогает бороться с появлением морщин Апельсины богаты витамином С, который поддерживает увлажненность кожи и защищает от повреждений свободными радикалами В авокадо большое содержание витамина Е, ключевого компонента для поддержания здоровья кожи А вот в жирной рыбе, такой как форель, лосось, сардины, полезные омега-3 жирные кислоты Которые способны бороться с воспалительными процессами Уменьшая покраснение и раздражение, вызванное сухостью кожи Из напитков специалисты советуют пить воду и зеленый чай с омолаживающими и антиоксидантными свойствами Он борется с признаками старения кожи, такими как возрастные пятна, морщины и дряблость Ну и не забывайте об основных правилах защиты кожи от холодов Выходя из помещения, крем наносите примерно за час до выхода Иначе, если крем не успевает впитываться, при регулярном контакте с морозом кожа может пострадать от обезвоживания Желательно заниматься профилактикой таких проявлений на коже путем защиты личика от ветра и мороза То есть нужно стараться все-таки не выходить в активный сильный мороз на улицу Или прикрывать личико от потока активного ветра Ну и, конечно, дополнительный уход заключается в использовании различных кремов Именно с более интенсивным увлажнением для чувствительной, как раз вот, чувствительно потрескавшейся кожи Вот есть специальные препараты, вот, для того, чтобы восстановить как раз вот эти вот изменения Косметические средства – это, конечно же, хорошо Но я нашла другие методы защиты от покраснения, шелушения и других нежелательных последствий Нам вот с телезрителями тоже интересно узнать, что это за методы Тогда смотрите далее Даже ничем не приметный обычный картофель может убрать покраснение на лице практически за полчаса Картошку надо почистить и натереть на терке После этого нанести на покраснение, постепенно добавляя по новой порции 1-2 ложечки кашицы Минут через 15-20 вы не узнаете себя в зеркале Пораженных участков на лице не останется Кожа станет чистой и белоснежной Травы всегда приходили на помощь практически при любом недуге Наверное, ромашка является одним из самых распространенных и доступных лекарственных растений Из нее готовят настой Одну столовую ложку травы заливают стаканом кипятка Настаивают до остывания Процеживают Этим настоем желательно умываться через каждые 2 часа Помогут и обычные примочки и компрессы Которые нужно прикладывать на 15 минут на покраснение Ты знаешь, Наташа, ведь в холодную погоду в защите нуждается не только лицо, но и наши руки Это ты правильно заметила Нам, женщинам, руки зимой нужно особенно беречь Ведь кожа на них тонкая и чувствительная Поэтому сегодня мы хотим вам показать одну замечательную процедуру с использованием парафина Когда на улице морозная, холодная зима, кожа рук и лица особенно страдает Чтобы подольше сохранить ее молодость и красоту и защитить кожу, важно правильно за ней ухаживать Сегодня вам, дорогие телезрители, массажист Мария Антонюк покажет процедуру, которая очень популярна на сегодняшний день Процедура называется парафинотерапия Маша, добрый день Здравствуйте Да, действительно, парафинотерапия в зимний период времени – это самая популярная процедура То есть сейчас я вам расскажу все моменты, как мы будем делать И я думаю, давайте используем для модели ваши ручки Я не против Так, первым этапом нам нужно продезинфицировать Приступим к тому, что сначала нам нужно снять верхний ороговевший слой Чтобы самые лучшие вещества, которые находятся в парафинотерапии, впитались лучше в кожу Для этого мы берем легкий скраб, наносим на ручки И хорошо в течение минут 5-7 можно пропилинговать Главное – хорошо пропилинговать в области кутикулы, в верхней части кистей, где кожа наиболее подвержена сухости, трещинам А вот для рук какой лучше скраб использовать? Он должен быть более щадящим? Для рук можно использовать скраб и кофейный, и можно использовать на косточках каких-нибудь фруктов Потому что ручки – это, конечно, нежная часть кожи, но тут лучше побольше и посильнее пропилинговать А как раз какие-нибудь абразивные косточки – лучшая помощь Хорошо почистили нашу кожу Теперь нужно это все смыть Помыли ручки, теперь обязательно, следующим этапом нашей процедуры является то, что мы должны нанести питательный крем, либо питательную маску для рук Ну вот, ручки хорошо у нас увлажнены, теперь следующий этап – это будет само погружение в парафинотерапию Температура 53 градуса, это именно та температура, когда воск хорошо садится и не обжигает руку, и в тот же момент хорошо застывает Я вам сейчас покажу, значит, вот так ложим ручку, опускаем на 3-4 секунды и обратно, потихоньку, не бойтесь Все, достаем Обязательным условием является то, что нужно потом ручку положить вот в такой полиэтиленовую, либо варежку, либо перчатку Каждая девушка может сделать это сама В домашних условиях В домашних условиях, да, это очень великолепная процедура, потому что, во-первых, у нее накопительный эффект Цена ее минимальная практически, да, и занимает она не очень много времени Но что потом делается с вашими руками, это не передать То есть и кожа становится более моложе, все трещинки уходят, морщины даже отразглаживаются Были еще такие показатели, когда у девушки сильно болели суставы А так как парафин он прогревает, потом она говорит, слушайте, у меня, говорит, даже суставы перестали ныть То есть у каждого разные показания Скажите, на что еще положительно действует парафин? Парафинотерапия хорошо укрепляет ткани, уменьшает сухость на руках А вот сейчас мы сколько должны по времени держать руки? Оставляем руки в течение 20 минут В зимний период наша кожа вообще в целом страдает А на каких еще участках тела можно делать эту процедуру? Вообще парафинотерапию делают на различные участки Это начинается с кистей рук, ног Также аппликация делается на различные участки тела Это могут быть и живот, и бедра Также рекомендуется и вообще очень хорошо парафинотерапия воздействует на лицо Но это я бы посоветовала уже делать не в домашних условиях Потому что важно очень контролировать температуру И естественно человек должен лежать, чтобы парафин сильно не растекался А парафин может нанести вред? Есть ли какие-то противопоказания к этой процедуре? В первую очередь это варикозное расширение вен, если мы делаем это в области ног Также это кожные заболевания Нужно посмотреть кожу, чтобы не было никаких высыпаний, не было воспалительных процессов на коже Ну это в общем-то основные такие показания Ну что, 20 минут прошло, пора снимать Посмотрим на ваши ручки Чтобы парафин сильно не разлетался, самое удобное сделать это вот так вот И все остается в пакетике А вот чтобы добиться хорошего эффекта, сколько процедур нужно делать? Так как процедура имеет накопительный эффект Лучше, конечно же, делать курсы из где-то 10 процедур Ну минимум хотя бы 6 С периодичностью через день или каждый день А потом уже можно и делать для поддержания раз в неделю Завершающим этапом идет нанесение крема Да, чтобы больше ручки напитать И еще есть такая рекомендация Хотя бы минут 20 не выходите на холод с руками То есть пускай все впитается Если возможности нет, то одевайте сразу варежки И снимайте их в помещении тоже, когда зайдете Честно сказать, мои руки чувствуют как после полноценного массажа И самое приятное, что кожа действительно гладкая, как у младенцев Спасибо вам большое, Маша Пожалуйста Я вам желаю, чтобы ваши ручки сияли, ходите красивые Спасибо Всего доброго Я думаю, это очень полезная процедура Согласна с тобой, главное, что ее можно повторить в домашних условиях Но для этого, милые дамы, нужно приобрести косметический парафин Ни в коем случае не свечи парафиновые Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня А если вы хотите поделиться с нами своими полезными советами Или же задать вопросы, которые касаются красоты, здоровья Или воспитания вашего ребенка Пишите нам по адресу электронной почты Мейл собака VectorDefisTV.ru Оставляйте свои предложения на сайте www.vectordefis.ru До встречи на телеканале Vector До свидания Редактор субтитров А.Семкин